Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! И в эфире вновь бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс. Меня зовут Роман Дусенко, я вновь с вами. Знаете, сегодня утром испытал невероятно легкое и удивительное состояние возвращения в детство, когда ты идешь по сугробам в серии в конце марта. Рассекаешь их ногами и вспоминаешь в детстве, как мы бегали. И знаете, в чем прелесть этого состояния? Наверное, как и любого другого, что в тот момент ты был абсолютно счастлив. Сегодня мы вновь возвращаемся к теме изучения эффективности управления людьми. И я много раз говорил о том, что очень трудно было бы относиться людям как к роботам. С другой стороны, это было бы очень прекрасно. С одной стороны, включил в 8 утра, в 5 часов вечера выключил или в 9, в 6, неважно, какой режим работы. Но мы люди, мы не роботы. И для этого нам нужен определенный подход. Для этого нужна экосреда. Для этого существует управление персоналом. Для этого существуют директора по управлению персоналом, которые создают нам ту самую атмосферу вместе с собственными, которые понимают, что это нужно делать. Те, которые не понимают, остаются за бортом рынка, так или иначе. И именно поэтому мы и говорим сегодня. Наша тема сегодня управления эффективностью через лояльность. Моя гостья, доброе утро, Элина Полухина, чар-директор группы компаний рекламных RCI и RCG. Удивительная женщина, во-первых. Во-вторых, она сама по себе показывает нам пример, как можно создавать лояльность у звезд. Вообще, в моем понятии, создание лояльности у тех людей, которые звезды сами по себе. А в рекламном бизнесе креаторы, рекламщики, все люди, которые... Их нельзя поставить с точки зрения системы научного менеджмента, там, как в Макдональдсе. Вот тебе режим работы, работай. Это люди, которые творчество. И ты заявила тему лояльность. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала эту тему для сегодняшнего нашего эфира? Доброе утро, Роман. Доброе утро всем. Наверное, я выбрала эту тему, потому что сейчас мы в этой теме живем. Это живой кейс, в котором мы находимся, в котором мы проживаем. Мы в этом направлении работаем. Поэтому, наверное, именно поэтому и захотелось поговорить. Потому что у нас, ну, во-первых, часть нашей корпоративной культуры, даже не часть, а, наверное, общая концепция нашей корпоративной культуры называется «Сильнее, добрее и умнее». Как Олимпиады прям. Ну, практически да, потому что мы выбирали этот слоган. А сейчас в компании, в принципе, мы находимся на стадии достаточно больших перемен. И здесь тема лояльности очень-очень важна и очень эффективна, потому что, на самом деле, эта тема и лояльности, и вовлеченности, и удовлетворенности персонала, она гораздо-гораздо шире, чем просто, казалось бы, люди счастливы, там, довольные, пироги на барной стойке и корпоративные. Что такое для тебя лояльность? Для меня лояльность – это когда, это всё-таки, когда человек понимает всё, что происходит в компании, мы же сейчас про работу, да. Он отлично понимает все преимущества, все плюсы этой компании, чем она прекрасна, чем она замечательна, чем она уникальна, и что она даёт с сотрудником, рынку, клиентом. То есть он прекрасно понимает все её плюсы, при этом он совершенно с открытыми глазами смотрит на то, что можно сделать лучше. На зону развития. На зону развития, да. Сейчас не хочу говорить даже слово «минусы и недостатки». Он видит зону развития этой компании, и это никак не изменяет его отношение к компании в худшую сторону. То есть он продолжает её любить, уважать, ценить, хотеть в ней работать. И при этом, понимая, что можно сделать ещё лучше, он стремится это делать. Через любовь, уважение и ценность? И через это в том числе. Но для меня всё-таки это через действие. Действие вызывается именно этими отношениями? То есть вот замкнём круг. Итак, смотри. Действие вызывается отношение. Да, то есть ты говоришь, лояльность – это когда человек абсолютно чётко понимает свою компанию. Сразу ставлю вопрос. Ну, так как мы с тобой сегодня несколько слов обмодлились, да, перед утром, я тебе говорил, что я занимаюсь консультированием. И вот каждый раз, сидя здесь на твоём месте, на этом, знаешь, кресло правды, каждый чар-директор говорит, вот там примерно, ну, плюс-минус одно и то же. Вопрос другой заключается. Вот, понимаешь, я и ты, мы с тобой понимаем, что за каждым словом стоит огромная работа. Так вот, чтобы сотрудник до конца понимал свою компанию, это огромный труд первого лица. Да. Собственника. И твоего, с точки зрения HR. Давай тогда разложим эту лояльность, с точки зрения вот её глубинных составляющих. Итак, понимать, какие процессы, сколько усилий вам нужно было сделать так, чтобы человек, работающий в компании, приходящий в компании, абсолютно чётко понимал, что происходит в компании. Ну, для того, чтобы человек понимал, что происходит в компании, и это для нас сейчас тоже очень важный вопрос. Ну, во-первых, это всё-таки коммуникации. Это коммуникации на самых, то есть и по вертикали, и по горизонтали, по всем направлениям, на всех уровнях, то есть начиная от того, что коммуницирует всё-таки первое лицо, потому что, ну, первое лицо задаёт тон, направление, цели, движение там, корпоративной культуры, движение к бизнес-целям. А дальше это идёт работа директоров. Пауза. Помнишь, как в нашей молодости? Нажимаем на паузу. Направли. Давай перейдём в язык менеджмента. Давай. Первое лицо объясняет проект. Значит, первое лицо показывает стратегию движения компании. Безусловно. Обозначает бизнес-стратегию и бизнес-целям. Супер. Но мы же с тобой, я же сказал, что вы профи, сказав, а эту стратегию он даже должен где-то взять. Он же не может просто пришёл сегодня сказать, сегодня стратегия такая. Нет, это значит тот близкий круг его людей. Топ-менеджменты эту стратегию должны в ходе каких-то сессий выработать, принять, а потом транслировать вниз. Безусловно. Итак, а как с этим делом? С чего вы? Итак, вот смотри. Я хочу, чтобы наша передача носила практический характер. Нас смотрят по всей стране. Возможно, и да я знаю, я сам вырос на Дальнем Востоке, не везде есть возможность иметь таких людей, как ты в штате компании. Это невозможно. Но собственники зачастую выполняют, я считаю, что это абсолютно правильно, главный чар в компании – это собственник. Да. Он должен знать, уметь, что делать. Давай подскажем, чтобы сформировать лояльность. Начинаем с самого верха, со стратегии. Итак, первый шаг ее формирования или транслирования внутри компании. Вот как ты бы посчитала это нужно сделать? Я могу тебе рассказать, мы же сейчас можем компилировать мой опыт в том числе, рассказывать вот в принципе. Я могу тебе рассказать… Сколько лет, кстати, ты уже в Ичаре? Ну, больше 13, около 15 лет. То есть серьезный опыт? Да. Я могу тебе рассказать совершенно практическую вещь, как это было у меня в жизни. Начиналось все с видения собственников. И это видение было довольно-таки, знаешь, как хотелось бы. То есть вот хотелось бы там через 5-10 лет, чтобы это была там первая компания на рынке, чтобы она делала очень классные мероприятия. Сейчас не будем… Не важно, да. Не важно, да. Чтобы это были вообще… Клиенты были супердовольные, сотрудники были супердовольны, хотели здесь работать, и это были партнерские отношения там намного и надолго. Задаются ключевые параметры верхнего-верхнего уровня. Верхнего уровня, да. И это буквально было вот такими… Мазками, да? Обтекаемыми мазками и словами, но мы переложили это все-таки на бумагу. То есть это был некий такой рассказ о том, как я вижу. Рассказ собственника. То есть ты как Ичар мог помочь… Вообще функции Ичара в том числе помочь собственнику, да, как бы быть его внутренним коучем. Вот в данном случае я все-таки считаю, что вот это направили… Там у нас был не один собственник был. Это задача их, потому что это их компания. То есть они должны сами между собой перетереть это все? Да, да. Вот как все-таки не все любят слово «миссия», не все любят слово «видение», но давай все-таки есть понятие… Мы именем бизнес-языком, да. Мы говорим бизнес-языком. Это, на мой взгляд, это задают собственники, потому что это их компания, это их бизнес, они имеют право хотеть все, что угодно. Ты можешь им помочь со структурой формирования, то есть как провести стратегическую сеть. Это да. То есть вот в этом роли Чара важна или нет? Она важна, да. Или лучше внешний консультант? Если мы говорим про собственников, то, как, опять же, мой опыт показывает, лучше работает внешний консультант, потому что у меня в опыте было и то, и другое. Когда это было внутри себя, а еще когда это несколько собственников и несколько топов, и они все сложные, все же со своими характерами, все люди уникальны. Это сложнее и дольше, потому что каждый отстаивает свою точку зрения. Когда есть кто-то внешний модератор, там, коуч, неважно. Он не воспринимается без каких-либо эмоций. Да, он воспринимается совершенно. Ну да, вот человек, который нас модерирует и направляет, он совершенно может легко прервать и направить. Первое – это видение. Что дальше? А дальше, что у нас было? А дальше это видение мы переводили в стратегические цели. То есть, вот это вот все мы раскладывали на четыре плоскости. То есть, финансы. Стандартная была скорая карта. Да. Клиенты, стандарты, финансы, внутренние процессы. Финансы, клиенты, бизнес-процессы и персонал. Люди, да. То есть, если мы хотим быть первыми на рынке, то какие должны быть прибыль, рентабельность, что еще там, маржинальность, что важность. Для этого нужно взять лидеров, посмотреть, что у них и понять, какой путь нам нужно пройти. Да, конечно. Либо это какое-то экспертное мнение, что на рынке происходит, потому что не все же тебе откроют свои обороты, прибыли. Но есть все равно некое. Сюда прийти, гони бабки. В смысле? Ну, то есть, собственник, понимая, излагая свое видение и понимая, куда он хочет прийти, он должен понять объем финансирования. Не бывает чудес. Не бывает на пустом месте компания вырастет до лидеров рынка. Ну, да. В каких-то вещах, да. Но смотри, здесь мы как раз приходим к тому, что огромные ресурсы для рывка, для роста качественного уже заложены в любой компании. И совершенно не факт, что нужны дополнительные вливания. Ресурсы – это люди? Не только. Люди в том числе. Потому что я еще по второму образованию экономист, я с точки зрения экономики могу это разложить, потому что ресурсы для дальнейшего развития, для повышения той же производительности труда, они лежат в нескольких плоскостях. Абсолютно согласен. Итак, мы сделали первый шаг. Для того, чтобы сотрудник, возвращаясь к нашему эфиру, мы разбираем понятие лояльности. Первый элемент лояльности – понимание сотрудникам всех плюсов, минусов компании, понимание компании, куда она идет. Чтобы человек это понял, ему нужно дать стратегическое видение, куда компанию стратегическое видение дает собственник, а дальше он его и транслирует. Да. Что дальше? Дальше, когда мы все это формализовали, будем говорить языком бизнеса, оцифровали, дальше все это спускается на уровень тактических планов. То есть мы формируем от стратегии KPI конкретного сотрудника. Конкретно. Да. Если мы сейчас говорим про блок персонал, к примеру, сейчас вспоминаю, что у нас там было. Например, там уровень текучести у нас должен быть такой-то, уровень вовлеченности персонала у нас должен быть такой-то, совершенно там в баллах, в цифрах. Там процент прохождения аттестации должен быть вот такой-то с таким-то результатом. И дальше, исходя из этого, мы формируем уже тактические планы, что конкретно мы будем делать в области работы с персоналом. Какова роль первого лица в донесении до каждого сотрудника своего стратегического видения и вообще стратегии компании? Ты знаешь, опять же, как показывает мой опыт, людям даже на самых рядовых позициях. Допустим, они могут не разбираться в умных совсем таких бизнес-терминах высшего менеджмента, но им важно, как вот показывают наши опросы, им важно понимать, а что, собственно, происходит и куда мы идем. Очень простым таким языком, который будет понятно этой целевой аудитории. Как говорил Эйнштейн, если ты не можешь объяснить шестилетнему ребенку... Чем ты занимаешься на работе, ты занимаешься полной ерунды. Значит, ты не занимаешься вообще ничем в этой стране, не знаешь. И так, по опыту твоей работы, были, наверное, успешные кейсы, были неуспешные. Конечно. Ориентируемся к успешным. Какова роль руководителя, первого лица в создании вот этой экосреды, понимания, куда идет компания? Ну, первейшая. Что он должен делать? Сидеть в кабинете и так же все знаем. Коммуницировать. Коммуницировать. Вот такое банальное слово, но коммуницировать. Роль Эйчара в создании системы коммуникации в компании какова? Что ты, как Эйчар, ну или как Эйчары вообще могут сделать? И что может делать собственник сам без Эйчара? Ну, собственник, безусловно, может это делать сам без Эйчара, если он достаточно продвинутый, если у него есть достаточно времени, если у него есть желание разработать этот какой-то план. Потому что в данном случае в разработке этой системы коммуникации, Эйчар – это все-таки такой консультант, методист, коуч там, если надо. То есть он носитель знаний и умения перевести это в конкретные технологии. То есть мы разрабатываем конкретный план, как мы будем доносить эту информацию, какие у нас будут каналы донесения информации с учетом нашей целевой аудитории. Вот у нас сейчас, например, у нас разная целевая аудитория, потому что у нас есть молодые ребята в подразделениях, там, BTL, которым там 20-23 года. У нас есть более старшие люди просто потому, что они подобрались в этом подразделении. У них другой опыт, у них даже возраст другой, у них психотип другой. И они по многу лет могут работать в компании. И они по многу лет. Нет, у нас есть там креативщики, которые вообще отдельная такая вот своя среда со своим психотипом. Нужно выбрать оптимальные каналы, которые люди будут воспринимать. И это вот если никогда не делали, мы сейчас пробуем все. Пусть меня простят наши собственники, но это как альфа-банк, разговаривать с клиентом на его языке. Да, абсолютно. То есть для каждой целевой аудитории сотрудников нужно подобрать свои месседжи. Да. Вот, например, в твоей последней компании, где ты сейчас работаешь, последний пример вот такого какого-то мероприятия собственников, где они проясняли стратегию компании. У нас проходило это в декабре. Было большое общее собрание компании, бизнес-завтрак. То есть это реально мы собрали всех утром, мы там накрыли легкий завтрак. И это было примерно полтора часа, когда собственники и топ-менеджеры доносили вот эту нашу новую программу внедрения изменений в компании до всех. Что говорили люди после? Людям было интересно. У людей была надежда, что наконец что-то у нас вот какая-то вот... Был скептицизм, и это тоже нормально. Конечно. Было любопытство. Было... Спектр эмоций был вообще вот от плюса до минуса. Потому что любые изменения, я поясню, любые изменения, это же выведение из зоны комфорта, ты же понимаешь. Я хотел тебе задать вопрос, был ли у тебя случай, или может в твоей практике, или близких твоих знакомых, где работала ли ты, или люди работали в компании, где этого вообще не делается? Ты имеешь в виду вот эта вот система коммуникации? Вообще, что собственник никогда ни с кем не принял на работу. Сиди, работай. Ну, да, было. Вот как ты думаешь, в чем главная разница этих двух компаний? Вот если таким вот сугубо практическим языком сказать собственнику, который смотрит нас сейчас, чтобы он задумался на том, а у него компания какая, где он вкладывает свою силу и энергию в транслирование месседжа, куда идет компания. Или он просто сидит в своем кабинете, приходит, закрывается, а все остальные живут своей собственной жизнью. Я тебе отвечу так. У меня в опыте было, ну, сейчас я могу вспомнить, две таких компании, они сейчас уже не существуют. Прекрасно. Спасибо. Мне кажется, это лучшая компания. Возвращаемся к лояльности. Человек должен знать все плюсы и минусы компании. Ведь когда человек знает плюсы и минусы, происходит осознанный выбор. Да. Вот получается, что мы формируем тем самым осознанность. Мы никого не тащим, у нас нет рабства. Безусловно. Человек хочет – работает, не хочет – не работает. И лояльность – это как раз, давай нашим таким языком скажем, что это добровольное рабство. То есть я себя отдаю этой компании, потому что я ее люблю. Основанная на любви. Где наступает… Мне не нравится все-таки слово рабство. Но добровольное принятие. Ну, мы все равно эксплуатируем людей. Ну, так, по-честному. Ведь, ну, по большому счету, ты знаешь, я тебе уже сказал, что, так как я занимаюсь карьерным коучем, у людей нет представления о том, что они являются в глазах работодателей. Я говорю, вы проблема. Если есть вакансия, это значит проблема. Вакансия или рабочий человек – это то же самое, что компьютер или станок. Он должен приносить return of investment. Вы должны приносить больше прибыли, чем вы зарабатываете. А у людей потребность такая. Я хочу зарабатывать больше. Там, я такой вот звезда, там, или что-то еще. Кстати, да, есть такой момент, и не только у рядовых сотрудников, у руководителей даже есть эта точка зрения. Я говорю, а вы в компанию приходите для чего? Ну, как для чего? Я же вот, вы в компанию приходите решать конкретную задачу – приносить прибыль. Ведь все компании заинтересованы в том и созданы, собственно, говоря, для того, чтобы приносить прибыль. Извини, отвлеклись. Итак, знание о том, что происходит в компании, транслируемое собственником с помощью технологий, которые дает HR, дает у человека понимание, возникает осознанность. Он понимает и трезво взвешивает все плюсы, минусы компании и говорит, я с вами или я не с вами. Страшно ли это, когда люди говорят, я не с вами? Я думаю, что это страшно. Смотря, опять же, да, из моего опыта, когда вы начинаете этот путь, это уже к собственникам мессендж такой. Хорошо, если кто-то, желательно внешний, вам очень честно скажет. Ребят, если вы начинаете этот путь… Будьте готовы. Будьте, пожалуйста, готовы, что даже среди тех людей, возможно, может случиться такое, кто с вами давно, кто топ-менеджер. И даже после большого количества разговоров с ними, переговоров, разъяснений и объяснений, кто-то может сказать, нет, я не выбираю дальше, мне не нравится, и он может уйти. Либо вы можете принять это решение для себя, что я не готов, да, мне 8 лет или 10 лет, 5 лет было нормально и комфортно с этим человеком, но сейчас, да, у меня есть цель, я развиваю компанию, и у меня не получается. Я вижу, что вот сейчас с этим человеком дальше нам не по пути. И тогда ты принимаешь это решение, что мы расстаемся. Отлично, отлично. Я бы хотел продолжить дальше. Для того, чтобы человек принял эти решения, мне кажется, важнейшим элементом управления компанией являются корпоративные ценности. Собственно говоря, ты мне их продиктовала, это сильнее, добрее умнение, то есть мы сильные, мы добрые, умные. В транслировании, вот особенно, мне кажется, тебе будет понятно, ведь основной бизнес рекламной, ну или там компании, которая занимается продвижением любой другой компании на рынке является транслирование ключевых ценностей той компании клиента и позиционирование его в рынок. То есть, ну рекламисты берут бренд, собственно основой бренда является позиционирование, это мы все делаем для клиентов. А вот когда позиционирование идет вовнутрь, то есть когда сама компания берет, что мы сильные, мы добрые, мы умные, можно сказать, что это ключевые ценности компании на сегодняшний момент. И вот здесь момент, человек, когда говорит, я с вами, потому что я хочу быть сильным, добрым и умным. Как ты считаешь, насколько важно это понимание вот этих трех важнейших элементов, которые ты сказала, внутри компании? Ведь у каждой компании свои, вот конкретно про ваши. Ну смотри, я бы сейчас не говорила, что это именно ценности, это скорее концепция корпоративной культуры, потому что с точки зрения ценностей, вот именно их формализации, вот это вот описание, мы сейчас как раз на стадии, как вытащить, как сформулировать вот эту нашу концепцию глобальную компанию. Мне кажется, а у вас, вам уже ничего лишнего лепить не нужно? Нет, нет, у нас еще есть, это только часть, которая будет встроена в более большую. А более большое сейчас как раз на стадии формирования, потому что не нравится категорически слово миссия, ну и ради бога, да, пожалуйста, мы назвали это концепция. То есть, что мы хотим и какие мы вот глобально. И там, я думаю, что там мы все-таки придем в результате к некому короткому и понятному описанию, что мы, там будет и то, что мы красные, то, что мы хотим завоевать, и то, что мы хотим быть нестандартными и креативными, и умными, и профессиональными, и изменить мир. И вот это вот все, у нас сейчас задача как-то вот увязать в общую глобальную такую глобальную концепцию, из которой будет вырастать все это, и вот сильнее, добрее у меня это будет частью. Прекрасно. Окей, я не буду спорить, у меня есть свое мнение на эту тему, я бы остановился и транслировал бы сейчас максимально широко вот эти штуки вверх. Но наша тема сегодня лояльность. Итак, можно ли сказать, что я хочу сделать так, чтобы мои сотрудники были лояльны, все, и завтрашний день они все лояльны? Ну, сказать-то можно, безусловно, почему нет? Сказать можно что угодно. Но только вот так вот завтра, завтра, конечно, они не будут. Сколько по твоему времени в компании формируется лояльность какого-то, во-первых, чем ее можно померить? Ну, слушай, есть инструменты, там, измерение вовлеченности, например, которая меряет много вещей, в том числе и лояльность, и удовлетворенность, и общий уровень вовлеченности. И есть даже многолетние исследования, которые говорят о том, что повышение вовлеченности, там, на пять пунктов, влечет увеличение операционной прибыли компаний на три пункта. И есть там различные другие исследования, и с точки зрения клиентов, что будет происходить, с точки зрения… Чем мерите вы вовлеченность? У нас есть опрос ежегодный, большой, из, там, 45 вопросов. Сами придумали? Честно, я взяла прототип одной западной компании с их исследованиями, с их, там, более чем 20-летним Это онлайн опрос или там бумага? Да, это онлайн опрос. Через сайт сотрудники заходят, ставят галочки, там, по бальмой шкале. Анонимно? Анонимно, абсолютно, это гарантировано. Вот мы как раз недавно его проводили. Не буду спрашивать, сколько пунктов, но какой тренд? Сотрудникам очень важно, вот, помимо вот всяких там нравится-не нравится обучения, корпоративные мероприятия, для них очень важны внутренние коммуникации, внутри подразделения со своим руководителем непосредственно, с высшим руководством, с подразделениями, с соседними, с которыми они взаимодействуют, чтобы это было комфортно, комфортная и эффективная коммуникация, то есть, чтобы это была командная работа. Кроссфункциональное взаимодействие. Да, им очень важны понятность и прозрачность бизнес-процессов, как ни странно, пусть они не любят это слово, но тем не менее, когда есть вот некий процесс, и если происходит сбой, то понятно, что нужно делать, или как нужно действовать в определенных обстоятельствах. Для людей это важно. Для людей очень важно понятные прозрачные цели и задачи, и как их будут оценивать, то есть, те самые KPI, пусть они не знают этих слов, хотя нет, у нас знают, но тем не менее, они должны быть для них четкие, понятные и прозрачные. И для них очень важно их развитие, причем это не только система тренингов, это, конечно, безусловно, это важно, но то самое ежедневное развитие, которое они получают от своего руководителя в виде обучения на рабочем месте, в виде элементарной обратной связи, которую они получают от своего руководителя. Потому что, ну, кто, как ты сказал, кто главный HR, это там, начиная от собственника и каждый руководитель на своем рабочем месте. Вот кто HR. Я удивлен, знаешь, каким вопросом, что вообще слово коммуникации, как таковые, является связующим и определяющим моментом создания любой системы в компании. Любой, то есть, мы возьмем любую систему, например, бизнес-процессы, хорошие коммуникации, хорошо работают, плохие коммуникации, плохо работают. То есть, неважно что, то есть, мы можем создать идеальный бизнес-процесс, но если у людей конфликт внутренний, они не будут работать. Так вот, возвращаемся к лояльности. Ты сказала, что лояльность – это постоянное понимание через постоянное, это создание понимания через постоянные коммуникации. Вот, на мой взгляд, мы сегодня подошли к некому такого законченному формированию термина лояльность, да? Вот ты с этим согласна? Ну, по большому счету, да. Потому что недостаточно разработать любую систему, любой регламент, любую стратегию, вообще все что угодно. В каждой компаниях тысячи на полках пылятся. Тысячи, да. Если это не будет работать, работать это будет только, когда ты начинаешь рассказывать, объяснять, спорить, убеждать. Люди начинают это принимать, и они начинают так жить. Элина, вот давай приведем простые примеры, простые, даже, скажем, практические инструменты формирования коммуникационной политики в компании. С чего начинать? Регламент совещаний? То есть, как-то сначала формулировать, потом отпустить. Что сделать? Вот как это собрать из имеющегося всего? Вот что бы ты порекомендовал, имеющий твой опыт? Систему коммуникации? Да. Ну, мне кажется, здесь нужно идти в нескольких направлениях, потому что нужно для начала определить, кто будет целевая аудитория, а дальше выстраивать, по каким каналам. И ЦА может быть несколько. Конечно. Это же могут быть топ-менеджеры, которые коммуницируют с собственником и которые коммуницируют между собой. Это дальше идет по вертикали. Руководители коммуницируют со своими нежестоящими руководителями и подчиненными. И это вертикальная система коммуникации. Вот еще одна там, как бы, канал и целевая аудитория. Дальше сотрудники коммуницируют между собой, внутри подразделения. И это тоже некая система коммуникации. Дальше сотрудники коммуницируют, вернее, подразделения коммуницируют с другими подразделениями. Но это же люди, то есть конкретные сотрудники должности и функций коммуницируют. Вот я, наверное, просто, поработав в большой корпорации, мне сразу как бы, ну, я не могу представить это, что, ну, вот у нас компания, три человека, это стартап, да? Вот, допустим, давай пройдёмся. Тут коммуникации что устраивать? Вот собственник, вот там работник, ты, HR, вот мы с тобой закоммуницировали. Полная прозрачность. То есть растёт компания, появляются у тебя свои подчинённые, у меня свои подчинённые, у нас с тобой возникают друг к другу отношения, когда я являюсь заказчиком твоим внутренним, или, наоборот, ты являешься моим внутренним заказчиком. Здесь нужна какая-то формализация отношений, коммуникаций? Ну, опять же, из моего опыта я могу сказать, что в зависимости всё-таки от стадии развития компании… То есть берём жизненный цикл компании. Берём жизненный цикл компании, понимаем, где мы, понимаем, сколько нас, исходя из этого, вообще, ну, я против, чтобы забюрократизировать вообще всё на свете. Ну, какие-то правила должны быть, такие коры, правила, или скелет? В зависимости всё равно, какая стадия… Вот смотри, если это стартапы нас строят… Ну, понятно, что если вот тут никакого скелета, а потом скелет, 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 больше, 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 мясо и всё остальное. И чем крупнее компания, тем серьёзнее должны быть правила. Но здесь их как бы нет, да? Понятно. То есть мы не можем сказать, что должно быть, то есть каждый должен оценить для себя. Конечно, безусловно. Прекрасно. Скажи мне, пожалуйста, теперь в рамках лояльности для компании очень важны не просто люди, мы подразумеваем, да? Я бы хотел сегментировать сейчас как раз руководители и сотрудники. Роль руководителя любого в компании. Вот смотри, уникальная какая вещь. Руководитель сам по себе, он всегда в состоянии двойственности. Он вроде как руководитель, и мы об этом говорим всё время. Но в то же время любой руководитель, если он… Мы не говорим про собственника, именно менеджер, наёмный. Он всегда чей-то подчинённый, то есть будучи собственником. И в то же время руководитель. То есть он всё время вот это в двойной стороне. Так вот, приходя в компанию, у человека, руководителя, есть тоже свои внутренние цели. Своя какая-то карьерная стратегия или что-то ещё. Как тебе и считаешь ли ты в формировании лояльности связка между личными целями сотрудника и целями компании? Как её сделать? Как её создать? Как её привязать? Как помочь сотруднику быть лояльным через реализацию его собственных целей? Особенно… Я вот давай концерн на руководителях, на топах. Ну, в целом, да, допустим, на руководителях. Ну, изначально я считаю, что здесь вопрос, какие люди приходят. То есть мы сразу, чтобы всем было понятно, на собеседовании мы должны чётко спрашивать, что человек хочет. Люди должны приходить в компанию те, которые соответствуют на данный момент жизненному циклу компании, бизнес-стратегии компании. Целям и задачам компании, потому что на разных этапах жизненного цикла это совершенно могут быть разные, и это скорее всего разные руководители. Вернёмся на секунду к тому моменту, когда ты сказала, что надо предупредить собственника, что если он встал на путь изменений, кто-то может уйти. Соответственно, путь изменений формирует условия для тех, кто приходит. Как раз вот мы теперь говорим, что вот если вы стали другими, мы ожидаем, что к нам придут именно такие, которые станут с нами рядом. Так вот, чтобы человек был лояльным, руководитель, мы должны соответствовать его внутренним ожиданиям от нас. Эти ожидания, как ты правильно сказала, выявляются на собеседовании. Что дальше? А дальше, соответственно, нужно понимать, что движет этим человеком, то есть какие у него есть мотивационные факторы, лично у него, как у руководителя, как у сотрудника, как у человека. И управлять, исходя из этого, ставить цели, задачи, контролировать, потому что для кого-то патерналистский стиль управления, даже если собственник стоп-менеджером, а для кого-то это совершенно неприемлемо. И дальше вот эти бизнес-цели, которые в принципе есть и обозначены, формулировка, донесение и мотивация этих руководителей, это задача его вышестоящего руководителя. Но хотя с другой стороны существует мнение, что топ должен быть самомотивирован. Для того, чтобы он был самомотивирован, все-таки мы должны нормальных людей, которые нам подходят, набрать, потом им все это рассказать, объяснить, и они должны найти внутри себя вот эти вот, знаешь, крючочек, петелька и крючочек сошлись и совпали. Потому что даже не секрет, можно одну и ту же информацию донести так, что одни поймут и примут, другие не поймут и не примут. Итак, класс, вот прям я, знаешь, испытываю колоссальное удовольствие, когда мы на этой теме разговариваем. Лояльность. Для того, чтобы формировать лояльность, вот она избитый термин, но никто не копает вглубь. Мы с тобой сегодня пытаемся доскрести. Лояльность руководителя, ведь это топ, как бы скелет компании, скелет сегодня как-то часто звучит. И для того, чтобы руководитель был лоялен, мы должны выявить его мотивы и мотивации, верно? На этапе входа. Потом у нас должно хватить мощности, принять на себя обязательство того, что мы скажем, да, я принимаю твои цели, уважаю и помогу в рамках реализации наших задач тебе самореализоваться. Ну, в идеале, да. Мало того, мы должны, так как мы считаем, что топы самомотивированы, мы говорим, слушай, а мы еще хотим, чтобы ты сам себя мотивировал. А для этого, смотри, вот наша такая компания, вот то-то, то-то, давай, включайся. Вот всегда ли это работает? Может быть, что-то нужно еще добавить? Ну, здесь никто не отметал таких вещей, помимо понимания там мотивационных факторов, самомотивации топов, такие вещи, как все-таки нематериальная мотивация и материальная мотивация. Ага. От этого никуда не денешься. Подробнее, пожалуйста, на этом моменте. На каком? На материальной мотивации или нематериальной? Смотри, для того, чтобы человека заставить куда-то прийти, мы можем его наругать, дать пинка, стукнуть или поманить чем-то, и он сам пойдет. Или заставить вот это. То есть, получается, что мы делаем с человеком? Ну, как недавно кто-то сказал, кнут и пряник – самый эффективный инструмент, потому что применять нужно как-то попеременно и грамотно сочетаем. Вот смотри, есть мотивация, есть стимул. И очень часто эти понятия называют в принципе мотивацией. Хотя ведь это же разные вещи. То есть, здесь, соответственно, нужно выстроить так, что вот тот самый внутренний мотив человека, когда мне хочется, и меня это драйвит вот прям классно, стимулируется внешним воздействием или внешними факторами компании. То есть, когда вот это совпадает, вот тогда и получается тот самый синергетический эффект, когда все классно и полетело. Возвращая тебя к твоему практическому опыту, что лучше всего работает из нематериальной мотивации? Про деньги понятно. А здесь на самом деле все разное. Ведь есть, мы же говорили про тренды и про целевую аудиторию. В зависимости от… Мы говорим сейчас про руководителей. А здесь, смотри, а исходя, если мы говорим про нематериальную мотивацию руководителей, здесь тоже нужно понимать общий мотивационный профиль. Вот если у вас там 5 человек руководителей или 10, сложнее, если их там 20. Есть мотивационные профили каждого человека, что драйвит и двигает. Исходя из этого, на мой взгляд, и нужно составлять программу нематериальной мотивации руководителей. Потому что это может быть. Я бы все-таки пошла сначала от общих трендов и здесь выстраивать на уровне корпоративном. А вот каждая индивидуальная – это задача уже вышестоящего. Я услышал для себя важную вещь, что собственник или генеральный директор… Давай так, ставим знак равно. Первое лицо. Работая со своим первым уровнем руководителей, должен реально разбираться в этих людях. Конечно. И уделять пристальное внимание, пониманию тому, что это за человек, что для него важно, что не важно, чем он живет, что он делает. Исходя из этого, выбрать набор определенных критериев, которые бы мотивировали его. Потом найти какую-то общую, может быть, систему, которая отчасти задействовала бы каждого. И тогда уже применять, что конкретно можно делать. Например, исходя из того опыта жизни. Если мы сейчас говорим про нематериальную мотивацию, то опять же, исходя из мотивационных профилей, из общего тренда, это может быть система корпоративного обучения для топ-менеджмента и повышение их квалификаций за счет компаний, например. Готовы ли, собственники, платить за обучение других людей? Платить именно по-настоящему, MBA плачут или что-то еще? Как мой опыт показывает, да. Готовы? Да. Не все, конечно, и не всех, но готовы. Да, для этого там… Софинансирование, да? Софинансирование, либо это какие-то договора, беспроцентные кредиты, либо, из моего опыта, это когда компания оплачивает, но подписывает договор, что ты в течение двух лет обязан отработать, например, там, да, либо ты возвращаешь часть этих денег. И для руководителей, на самом деле, на мой взгляд, это хорошее, хорошее стимулирующее такое. Тем более, если мы говорим о том, что мы там на стадии изменения, внедрения каких-то там новой стратегии и так далее. Безусловно, это потребует перестройки от руководителей. То есть, мы жили-жили так, управляли, а сейчас у нас какая-то новая стратегия. Ты сейчас говоришь о первом лице. Да, о том, что он должен перестроить себя в первую очередь. Конечно, перестраиваешь себя и предлагаешь это руководителям. Дальше для некоторых типов руководителей важны какие-то такие вещи. Автомобиль, отдельный кабинет, секретарь, ассистент. Ну, то есть, вот какие-то атрибуты. На самом деле, для кого-то это действительно важно. А для кого-то важна полная самостоятельность. Свобода. Свобода. Да, то есть, когда тебе собственник обозначил цель, там, хочу к такому-то сроку, чтобы было вот это вот. И дальше совершенно самостоятельно, с полной свободой, ну, в рамках, естественно, своих возможностей. Но человек действует. А для кого-то важны вообще такие вещи, как партнёрские отношения. Ну, там, понятно, что это собственник и наёмный, это всё-таки разные категории. Но, тем не менее, когда это некое доверительные, дружеско-партнёрские отношения. То есть, вот какие-то вообще такие отношенческие вещи. Супер. И люди разные, и, исходя из этого, нужно им предлагать. Есть общий тренд, а есть конкретные люди. Спасибо тебе огромное, Элина. Мне кажется, мы сегодня подошли и разобрались в понятии лояльности. Могла бы ты агрегировать и простыми словами для собственников рассказать, что такое лояльность, с чего она должна начинаться? Лояльность – это когда люди хотят работать в вашей компании, хотят работать эффективно, результативно, приносить результат, реализуя цели компании и свои цели. И при этом довольны обе стороны. И счастливы, и хотят это сотрудничество продолжать. Спасибо, чётко. Но я бы ещё добавил, что лояльность начинается с первого лица. А вот это да, кстати, хотелось с этого начать. Начинайте с себя. Начинайте с себя. Мне кажется, это месседж главный, который мы сегодня послали бы собственникам, директорам, любым руководителям. Ведь на самом деле, ты знаешь, можно, если ты работаешь в большой компании, и вдруг эта компания не очень-то занимается понятием лояльности, но ты руководитель, а твоя эффективность, в первую очередь, зависит от твоих людей, ты бери и делай лояльность в своём коллективе. Лояльность, в общем, цельным компаниям, никто тебя за это не наругает. И если ты формируешь эту лояльность, она должна в первую очередь начинаться с себя. Ты должен сам себя, а мы говорим руководителя, значит, высоко самоорганизованный, самодисциплированный, самомотивированный человек должен это делать. Заканчивая наш эфир, видишь, как быстро всё пролетело, скажи мне, пожалуйста, вот я только что сейчас проговорил эту волшебную фразу, «самомотивированный» и всё остальное, ты тоже топ-менеджер. Как ты находишь в себе силы самомотивации? Да, наверное, точно так же, исходя из своих мотивационных факторов, если я знаю, что у меня дровит и движет вот это, значит, я сама себя цепляю за это и говорю, «О, слушай, вот здесь у тебя есть полная свобода, ты можешь здесь реализовываться, здесь ты можешь свободно подойти со своим собственником, поговорить и обсудить там какие-то вещи, и тебя услышат». Да, иногда не с первого раза, да, иногда сложно, но у тебя есть эта возможность, да, и это уже само по себе хорошо и ценно. Ну и находить какие-то вне работы вещи, которые тебя заполняют энергией, которые тебя тоже там драйвят, восполняют и позволяют тебе с новыми силами приходить и делать в офисе уже то, что ты делаешь. Ты, Чар, и, по сути, душеприказчик в таком хорошем смысле этого слова. Сейчас очень сложное время и на рынке, и в жизни, и ситуация вообще достаточно сложная. Мы буквально недавно встречались с людьми в помещении, которое раньше было казино. Сейчас это просто развлекательный центр, сдают аренду, а когда-то там были бассейны с пингвинами, крокодилы живые, все остальное, жизнь поменялась, изменилась. Люди выгорают на работе. Вот ты, как и Чар, как ты в себе находишь силы оставаться жизнерадостной, открытой, активной? Что тебе помогает не выгореть на этой работе? Мне помогает отслеживание собственных состояний и отловить вот этот вот момент. У меня есть увлечение, которое меня очень драйвит, энергетически заряжает и супер как вдохновляет. Что за увлечение? Я играю в любительской театральной студии. То есть я увлекаюсь актерским мастерством. У меня есть мой психолог, и я, в общем, не стесняюсь об этом говорить. Потому что если когда совсем что-то приперло, накатило и так далее, вот совсем, надо прийти, обсудить, я точно знаю, что это профессиональный человек, у меня будет результат. И у меня есть такие инструменты, как музыка, театр, прогулки. И нужно отслеживать своё состояние. Надо быть в моменте счастливым. Счастье – это то, для чего мы, собственно говоря, всё и делаем. А лояльность может подарить сотрудникам счастье? Ну, слушай, счастье – это такая модная сейчас тема, знаешь, завоюйте сердца сотрудников. Счастье, на мой взгляд, счастье – это сиюминутный момент всё-таки. И пребывать в счастье какое-то длительное состояние невозможно. Ведь чаще всего ты вспоминаешь какие-то моменты, и вспоминаешь, о, а я тогда был счастлив. А в тот момент ты просто проживал этот момент, ну, тебе было хорошо. Но ты не думал, вот кто-то думает, а кто-то не думает, что это и было счастье. Поэтому счастье, мне кажется, это такая отдельная тема, хотя тоже интересная. Спасибо тебе огромное, дорогие друзья. Сегодня в нашей студии была Елена Полухина. Мы прекрасно разобрали и докопались, мне кажется, до глубины понятия лояльности, которая, на мой взгляд, очень часто употребляется, но зачастую за ним не видно этой глубины коммуникации, отношений между людьми, роли первого лица в создании системы лояльности. Зачастую бывает такое, что генеральный директор говорит, так, сделай-ка мне, пожалуйста, чтобы люди были лояльны. Или напиши кадровую политику, или что-то в этом роде, что является, на мой взгляд, не совсем правильным. И я весь цикл моих передач, мы говорим о том, что есть огромное количество технологий, которые можно использовать, но в первую очередь это все зависит от людей, стоящих во главе, роли руководителя. В любых преобразованиях компании самое главное. Поэтому невероятно приятно было сегодня с тобой провести это утро и поговорить на эти темы. Уважаемые друзья, у меня анонс. Мне бы хотелось рассказать вам о том, что в ближайшее время мы продолжим тему изучения эффективности, а также параллельно будем двигаться в изучении вопросов предпринимательства. И вот, например, если вы обратили внимание на красивую рубашку сегодня, которая на мне, вот это компания Levin, между прочим, английская, которая придумала расстегивающуюся рубашку. Раньше рубашки были только сверху три пуговица, а эта компания придумала, чтобы рубашка расстегивалась так, как сегодня. Так что вот представишь, какие уникальные вещи происходят. И мне очень интересно представить предпринимателей, которые были корпоративной карьерой, и создали такой именно бренд, который прозвивает этот бренд для российских мужчин, доставляя им удовольствие через предложение вот этих интересных мужских одежды, аксессуаров, все остальное. Мы поговорим о том, какие сложности возникают у человека, который работал в корпорации и становится предпринимателем. Через что он прошел, через что они проходят. Так что смотрите нас в следующих эфирах. И большое спасибо. Желаю вам весны, настроения. Следующая встреча будет в апреле. Елена, огромное тебе спасибо. Спасибо. С вами был бизнес-автор Роман Дусенко, радио Медиаметрикс. Пока.